Рюкзаки для небольших походов Это рюкзак Кечева Фор Клац 30 Ну вот такой вот И носит он еще гордое название Айр Почему 30? 30 это 30 литров Почему 30 литров? Казалось бы много для однодневного похода Почему я выбрал для себя рюкзак 30 литровый? 20 литров, проверено в 17-20 литров Влезает все, что мне нужно к походу И личные вещи, и еда, и вода И аптечка Но у меня еще есть фотоаппарат С тревел зумом 24-240 Хоть беззеркальный, но все равно немаленький У меня есть иногда GoPro с внешним стабилизатором И в будущем может быть еще будет походный квадрокоптер Spark Так что лишние 10 литров никогда не будут лишними Рюкзак Давайте сразу мы начнем, что он внутри абсолютно ровный, пустой В нем только сверху есть небольшой кармашек Ну так, предположительно там ключи и деньги Ни ключи, ни денег В рюкзаке основной материал это как раз я думаю 20-25 И плюс небольшой тубус Хотя, честно говоря, сложно сказать как они считали Может быть это и все 30, а может быть 30 без тубуса Иногда тубус указывается отдельно, например 30 плюс 10 Как он выглядит в наполненном виде мы сейчас увидим Потому что мы займемся вопросом его наполнения У гемота нету талии Все, я готов в поход, видите Поход выходного дня Поясной ремешок И туго набитый рюкзак Лямки с удобными спинополитенными наполнителями на сетке Здесь застежка на груди, застежка на поясе Предполагается, что удобный кармашек здесь Но поскольку у меня пузо, он вот там Вот я, конечно, могу до него дотянуться, но я его не вижу Ай, как же так? Вот Но это проблема не рюкзака Самое интересное это спина У рюкзака всегда интереснее всего рассматривать, как организована спина А здесь она организована очень нестандартно Давайте смотреть Здесь Нету Ни мягких вставок Ни Оттянутой Сетки Как иногда бывает на металлической раме Здесь Плотный Плотная пена Он создает рифленую поверхность И еще вот у них здесь есть значок AIR Да То есть здесь создается возможность вентиляции И при этом Нет Мягких плотных вставок И Рюкзак Анатомически плотно прилегает к спине При этом проветривается Офигенная тема Вот Собственно это наверное главная его фишка Что он имеет анатомическую спину И при этом Это не мягкие вставки А вот такая своеобразная система Сейчас у них все рюкзаки с такой спиной Ну так или иначе И мне это очень нравится Это нужно конечно проверить на ходу Но пока это очень интересная система Она на такой еще внутренней пластиковой основе Плотной Поэтому предполагаю, что это будет очень удобно в походе Сама форма рюкзака Сужающаяся к низу Вот Центр тяжести у нас находится чуть выше Чуть выше середины И смещен ближе к спине Но так или иначе Это форма удобная для складывания Да, какие-то мягкие вещи они попадают наверх Здесь есть две стяжки для трекинговых палок Они нам пригодятся Два кармана на сетке Которые можно, например, на резинке вставить Бутылки с водой Или, как я предполагаю, сюда сунуть питьевую систему Попробую ее сюда прифигачить Вот Но очень интересная система застегивания самого клапана То есть клапан застегивается на фастекс А дальше он идет через пряжку зигзагом К передней стенке рюкзака Ну то есть к задней, если считать, от спины И затягивая фастекс Вы одновременно, как в компрессионном мешке, стягиваете рюкзак То есть если мы его сейчас разгрузим А мы так и сделаем Можно будет его утянуть, например, литров на 25 Или даже на 15 И он будет очень органично лежать Единственное, чего здесь нет Это, наверное, нет полноценной системы внешней подвески Не предполагается, что здесь что-то снизу сверху висит Но я, например, и не люблю Удобная ручка И еще один небольшой карман в клапане Реально небольшой Лямки могут также регулироваться при помощи дополнительных пряжечек Здесь есть специально петелечки Ну сейчас у многих делают Петелечки для пальцев Чтобы при ходьбе иногда переносить тяжесть рюкзака вперед Снимая нагрузку со спины Хотя, ну ясно, что это не предназначено для очень тяжелых грузов Тем не менее, все по-взрослому А что еще про него сказать? Давайте его утянем Все Ну вот мы его подразгрузили Сейчас будем стягивать Ну Вполне себе стройный, похудевший рюкзак Можно идти и так Уже легкий вариант Естественным образом встает вопрос А что на один день или на два дня туда класть? Так вот Я как раз сейчас делаю себе такое подобие тревожного рюкзачка Потому что все время куда-то срываюсь в лес И я думаю, что будет смысл сделать отдельный ролик Упаковка такого рюкзака на 30 литров Ну предположим на один день Вот Или может быть даже на один день и на два дня Рассказать о том, что у меня тут хранится и едет в поход Вот такие планы До встречи в поле Субтитры сделал DimaTorzok